Здравствуйте друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на советской ПТ-САУ Объект 263. Данная машина, безусловно, весьма хороша собой, потому что и скоростные качества тут довольно-таки добротные, при этом всё броня замечательная, ну и конечно мощное вооружение. Так что бой получился весьма даже интересным. И, друзья, давайте обсудим свежие новости мира танков. Ну, некоторые новости, возможно, и не совсем уже прям супер свежие, потому что, к сожалению, иногда приходится болеть, но, тем не менее, всё-таки приходится и делать видео. Так что давайте начнём это делать. И первая новость заключается в том, что Waffenträger, проект Hyperion, наконец-таки стартует, правда, только на Евросервере. На Ру-сервере, естественно, этого режима уже, скорее всего, не будет. И особенность данного режима, ну, помимо основного геймплея, который, в принципе, знаком тем, кто играл, это сражение с боссом Waffenträger, командой из пяти, вроде бы, танков, или шести, я точно уже не помню. Ну, соответственно, ко всему прочему, имеются тут коробки. То есть ты можешь получить коробку, соответственно, ту, которая, ну, не содержит в себе премтанков, бесплатно, называется это портал гонщик, но она содержит разнообразные награды, включая премиум аккаунт и разнообразные резервы, серебро, расходники, 2D стили, декали и тому подобное. Но самое интересное скрыто в портале инженера. То есть данный редкий портал, соответственно, в основном нужно будет приобретать за донат. И, по сути, это кейсы, то есть те, которые нам хорошо знакомы, тут ничего Wargaming не менял, то есть смысл ясен и понятен. Это, короче, возможность получить разнообразные премтанки случайным образом из коробок. С вероятностью 2% есть шанс выбить танки 9-8 уровня. Ниже уровнем тут нет. Также 2,5% на то, что выбьешь Waffenträger 10 уровня для того, чтобы поиграть в рандоме. Ну, естественно, не навсегда Waffenträger падает, а на 10 боев только. И вот список танков, которые могут выпасть. И, кроме того, тут доступна компенсация в случае, если танк выпал еще раз. Ну, и, может быть, он у тебя уже есть, потому что некоторые танки раньше можно было получить. Например, СУ-152К, там, КС-52ЛИС у многих игроков есть и тому подобное. Тут особенно стоит отметить новые ПТ-шки. Например, КПЗ Ягер, новая ПТ-САУ, которая, собственно, на РУ-сервере вообще еще не появлялась. И не факт, что появится. Возможно, это эксклюзив для европейского сервера. Также Ягдтигр прототип есть, Объект-263. Соответственно, что можно сказать, друзья? В целом, все это довольно-таки интересно, на мой субъективный взгляд, потому что можно получить довольно-таки неплохие плюшки. Соответственно, и, ко всем прочему, если есть желание подкрывать коробки, режим сам по себе качественный. И, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете, и не забудьте указать свой игровой ник. Принимается только ники с РУ-сервера для розыгрыша золота. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. И так давайте поиграем на сайте Водхаб. И попробуем выиграть прем-танк. Сегодня у нас тяжелые танки. И постараемся урвать что-то интересное из них. Надеюсь, получится. Так как все-таки тут рандомные призы. И, соответственно, все случается тут рандомным образом. Что выпадет, никто не знает. Ну, в этом как бы и есть плюс. Потому что можно испытать свою удачу. И порой можно выиграть хорошие призы. Действительно. Так, тысячу золота. И, наконец-таки, падает мне прем-танк ВК-4503. Забираем его, конечно, друзья. Ну, а вам я сейчас покажу специальный промо-код. Если есть желание, можете его активировать. Вот он, этот промо-код. Так что, рекомендую его использовать. И так, бесплатные пакеты во внутриигровом и премиум-магазинах мира танков уже часть 5. Все довольно-таки просто и понятно. Заходите в премиум-магазин в игре и в премиум-магазин на сайте. Там есть такая кнопка «Получить бесплатно подарок». Но не думайте, что вам выдадут маус 15-го уровня. Конечно же, нет. Подарки весьма даже простые, но в то же время полезные. Например, X5 опыта могут дать. В принципе, это довольно-таки полезная штука для прокачки аккаунта, для прокачки танков. Так что, в принципе, рекомендую воспользоваться. Мне даже аж самому захотелось, потому что сам качаю технику. Иногда без множителя опыта играть просто не хочется. А тут такой подгончик. Естественно, это все делается неспроста. Но я думаю, вы понимаете, что чаще человек заходил в магазин и, соответственно, чаще задумывался. А не задонатить ли мне? Может быть, еще к тому же. Ну и, друзья, соответственно, тут у нас акция весьма даже любопытная. С 20 сентября до 20 октября 2023 года можно получить абсолютно бесплатно премиум танк восьмого уровня. Тяжелый танк СССР Кировец 1. При этом даже не нужно тратить 150 триллиардов ресурсов своих разнообразных. Только всего лишь что нужно не играть в игру 100 дней или более. При этом предвижу комментарии людей, что типа какого фига я активный игрок, а мне никаких премтанков никто не дарит. Хоть я горбатюсь ночами не сплю, пытаюсь прокачать себе танчик, играю в игру, так скажем, фанат игры, а мне никто ничего не дает. Но такова в общем-то ситуация, то что очень много брошенных аккаунтов в игре, их уже наверное даже больше чем соответственно игроков действительно вот этих активных и разработчики всеми силами пытаются этих игроков вернуть. То есть это их цель такая вот, но в итоге получается, что активные игроки-то по сути и премтанки не получают ни за что можно так сказать, просто из-за того, что ты не играешь 100 дней или более. Ну, соответственно, есть марафоны, конечно, в которых нужно задротить и очень активно проводить время в игре, чтобы, соответственно, получить премтанчик. Ну и предвижу хитро, так скажем, сделанных людей, которые думают, вот я сейчас это возьму и не буду 100 дней играть и, соответственно, получу премтанк. Но не получится уже, потому что акция стартует 20 сентября и закончится 20 октября 23 года. То есть у вас просто не хватит 100 дней, если вот вы сейчас активно играете. Если, может быть, у вас уже, может быть, там, я не знаю, вы там 70 дней, предположим, не играете уже, то да, можно 30 дней там подождать еще, как раз хватит, и тогда вы получите премтанк. Главное, в игру не заходить. Получается, как антиреклама такая вот, но я просто рассуждаю на самом деле, там, играть, не играть, это ваше дело, ваше время. Ну, соответственно, да, еще дает 3 дня према, слот в ангаре, какой-то там экипаж и Кировец 1, то есть это чистая правда. Ну и конечно, еще ко всему прочему, дает и другие плюшки, но в аренду, не навсегда, а в аренду, но все равно довольно-таки выгодно получается. Итак, друзья, 50 ТП прототипа в аренду на 10 дней дается СУ-122-44 и будет все на 10 дней с экипажем 100%, а также 3 дня премиум аккаунта, а также дается некоторая цепочка специальных боевых задач, выполнив которые можно получить 250 золота, 5 дней танкового премиум аккаунта, 150 тысяч серебра и другое игровое имущество. Так что, друзья, если вы не играете, то вы получаете халяву. Получается так, хотя удивляться не стоит, потому что я не понимаю вот этого удивления людей, которые видят эту новость, и такие сильно удивляются, как так, как это, какого хрена не играешь и тебе дают халяву. Такое было уже 100 раз, по-моему, еще 150 раз будет такой, и я предупреждал всех, что если не играете, то вы получаете премиум танк. Тогда это видео, кстати, набрало некоторые такие отзывы, где люди писали, да и что за бред, премиум танки даются за то, что не играешь, наоборот, поддерживают активных игроков. Активные игроки, они как играли, они так и будут играть, потому что они получают какое-то удовольствие от игры, видимо, распродолжают, им нравится, это активные игроки, а вот те, кто ушел, соответственно, их и пытаются вернуть. На этом все, друзья, спасибо, что досмотрели, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok